Телепроект «Край добра» продолжается. Сегодня мы познакомим белореченцев с Александром Сосновским из станицы Каневской. Саша создал уникального робота и со своим изобретением победил на Всероссийском фестивале в Москве. Он хочет стать и программистом, и поваром, и врачом. Но тяжелое заболевание вносит свои коррективы в его жизнь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александра Сосновского из станицы Каневской часто называют компьютерным гением. Еще бы, ведь в прошлом году он создал своего первого робота и победил на Всероссийском фестивале «Робот-фест» в Москве. Но это не единственное увлечение Саши. Еще он любит конструировать танки и корабли. Саша часто бывает в Краснодаре, и когда у него появляется такая возможность, он приезжает в парк 30-летия Победы. Ведь именно здесь музей под открытым небом, где собрана уникальная коллекция военной техники. Там мы с ним и познакомимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Яна. Меня зовут Саша. Очень приятно. Очень приятно. Я знаю, что ты увлечен танками. И вот эти большие машины, ты даже знаешь, как они называются. Это правда? Да. А расскажи мне о них. Самоходные террористские сушки. Это вот первый, да? Да, первый две. Как этот называется танк? Этот? Да. ИС. А этот? Т-34. И похож на Т-485. И то есть ты их различаешь действительно? Да. Что ты знаешь об этом танке, Саша? Тут есть башнер и наводчик. Как называется? Башнер-наводчик. Это вот эта вот штука? Башнер-наводчик. Да, там два человека, которые подают снаряд, зарешают. Один наводит, другой подает снаряд, зарешает и стреляет. А сколько весит он, интересно? 30 тонн. А еще Саша Сосновский пишет стихи. Есть у него произведение и на военную тему. Окопы, окопы, окопы. Вдали полыхает земля. И грохот тяжелого слова. Вставать, родные, война. В доблестью, честью, отвагой наполнены наши сердца. Враги пусть трепещут, враги пусть боятся. Крушить, уничтожить врага. Пусть знают, что мы не отступим. За нами родная земля. Под взрывы снарядов, под шум самолетов. Мы с Родиной до конца. Покуда груди будут биться. Отважны наши сердца. Родина не посрамится. Родина будет жива. Затихла стрельба канада. Упал я, нет сил состоять. И крики. Победа, ребята! Я землю хочу обнять. Спасибо тебе, родная, за то, что была ты сильна. За то, что велика, за то, что прекрасна моя родная страна. Стихи у Александра совсем взрослые. Четкий, чеканный ритм. Выверенный слог и красивые рифмы. Даже не верится, что 15-летний парень способен так писать. Впрочем, Саша Сосновский – личность многогранная и разносторонняя. Он может часами, со знанием дела, говорить на различные темы. Вот это тут корабль. Это не корабль, а подводная лодка. А интересно, как вообще она тут оказалась? Было тут озеро, она доплыла своим ходом, потом озеро высохло. Ее пришлось закопать. Интересно, а сколько человек тут может поместиться? 41. А это что, Саша? Капитанская рубка. В парке «30-летие Победы» Саша вполне может проводить сам экскурсии. Историю каждого экспоната изучил досконально во время поездок в Краснодар. А приезжает сюда он часто. Мальчик болен и наблюдается у врача-невролога в детской краевой больнице. Саша Сосновский родился абсолютно здоровым малышом. Развивался даже быстрее сверстников. Рано начал держать голову, сидеть, ползать. Случившаяся беда стала для родителей полной неожиданностью. У нас игровая комната была застелена теплыми одеялами, чтобы ребенку было комфортно ходить. Потому что маленький очень. Ходить начал рано. И он просто у нас упал. Стоял и просто упал. Конечно, мы с супругом перепугались. Он кинулся к Саше, а Саша не дышал. Мы вызвали скорую. И когда доктор вбешал, он увидел, сразу схватил его на руки и сказал срочно в реанимацию. Уже в больнице выяснилось, у мальчика поражено левое полушарие головного мозга. Врачи диагностировали вирусный энцефалит. За жизнь ребенка боролись пять дней. Переживали очень сильно, потому что вот так вот 50 на 50 будет жить твой ребенок или не будет. Это очень страшно. Находясь пять дней под реанимацией, мы видели очень много страшных историй, страшных ситуаций, когда родители бросали своих детей. При нас просто родители отказались от трехлетнего мальчика. Сказали, что мы молодые, мы еще родим. И я помню, мне было так страшно, просто как супруг к этому отнесется. И я, наверное, до сих пор себе не могу прости, да, вот как я могла вообще о нем такое подумать. Просто я ему задала вопрос, а если у нас не получится? Он говорит, малыш, у нас все получится. Вернувшись домой, мама с папой начали заново учить своего ребенка абсолютно всему. В это сложно поверить, но всего за 10 месяцев мальчик восстановился практически полностью. В три года он пошел в детский сад, в 7 лет – в школу. И все пережитое уже стало казаться страшным сном. Но вдруг Саша стал жаловаться на головные боли и начал терять сознание. В школе были приступы, и приходилось вызывать скорую помощь ему. И выглядело, конечно, это все очень страшно. Пугались и учителя, и, соответственно, дети не понимали, что происходит. Сашу обследовали в детской краевой больнице и поставили диагноз – симптоматическая эпилепсия. У нас в роду вообще людей с подобным диагнозом никогда не было. И вообще я не представляла, как мы вообще жить будем дальше, что нам делать, как это лечить, как с этим бороться. Но, в общем-то, взяла в себя руки, потому что здоровье ребенка – это вообще самое важное, что может быть. И как бы мы ни переживали, но нужно поднимать его на ноги. Сейчас Александру 15. Из-за болезни он не может ходить в школу. Мальчик обучается дистанционно, интересуется компьютерной техникой, самостоятельно освоил несколько программ, умеет создавать IP-презентации, монтировать звук и видео. Есть даже свой собственный сайт, на страницах которого парень выкладывает все, что его интересует. Это и модели военных кораблей, и собственные стихи, и даже кулинарные рецепты. Если что-то делаю я на кухне, значит, я стараюсь по возможности взять Сашу с собой, чтобы он у меня всегда был на виду. Ну и он стал интересоваться, стал помогать. Мама, можно я это сделаю сам, можно я это сделаю сам. Потом стал предлагать, давай мы тут вот так попробуем, а можно я вообще сам это сделаю. Ну, как-то вот со временем, я даже не заметила, как такие вещи, как там бисквитные, какие-то тортики, либо кексы, я уже давно не пеку. То есть это делают мои дети. Можно мне, мне, мне? Саша у меня шеф-повар, да, у него есть свои рецепты, он их видоизменяет по своему вкусу, и Настюша ему помогает. Как и все дети, младшая сестренка очень любит разбрасывать по своей комнате игрушки, а вот убирать их приходится старшему брату. Это и натолкнуло мальчика на идею создать себе помощника, робота. Решил сделать робота, запрограммировал его, и он начал собирать игрушки, такие, которые поместятся в его рампу. Он еще батареек работает, он. Все необходимые детали мальчик нашел в конструкторе. Его он получил вместе с компьютерным оборудованием от Центра дистанционного образования. Как-то потихонечку он стал интересоваться роботом, он стал интересоваться программой. Вот он попробовал, у него вроде бы что-то начало получаться. Со своим изобретением Саша принял участие во Всероссийском фестивале робототехники «Робофест» и стал победителем в номинации «Практическая значимость». Конечно же, это успех, успех совместный, потому что одному ребенку, находясь дома, увлечься чем-то, серьезно увлечься, да, нужна обязательно поддержка, нужна помощь обязательно. У Саши все это есть, слава Богу, поэтому и достижения у Саши тоже есть. А в прошлом году за стремление и проявление инициативы в достижении социально значимых целей Саша стал лауреатом губернаторской премии для одаренных детей с ограниченными возможностями. Что меня радует, что мой ребенок все доводит до конца. Я, конечно, надеюсь, что когда он определится вообще с дальнейшей жизнью, то есть выберет путь, у него все получится. У парня множество планов на будущее. Он хочет стать программистом, поваром или врачом. Но, к сожалению, тяжелое заболевание вносит свои коррективы в его жизнь. Людям с таким диагнозом по-настоящему запрещено очень много. Мой ребенок мечочувствителен, то есть если меняется погода, скорее всего, сегодня могут быть приступы у него. Но опять-таки угадать, когда они будут, и вот этот момент поймать – нет. Он говорит буквально за секунды, то есть он может сесть, если рядом есть Иван, если он успевает. То есть тоже у него характер приступов очень разный. Но с этим нужно жить. Мы принимаем 11 таблеток в день, но это именно жизненно важные препараты, без которых Саша не может. К сожалению, они токсичны в той или иной мере. То есть они негативно воздействуют на другие органы. А что будет, если ребенок перестанет их понимать? Будет ухудшение самочувствия, состояния. И, соответственно, это может привести к тому, что это отразится и на умственном развитии. Огромное количество лекарственных препаратов воздействует на другие внутренние органы. У мальчика серьезные нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Воспалилась слизистая оболочка, появились боли в желудке, тошнота. Для восстановления Саше необходимо пройти курс лечения, стоимость которого более 160 тысяч рублей. Собрать такую сумму на лечение ребенка семья не может. Работает только папа. Ты знаешь, Саш, у нас есть в Краснодаре такая уникальная выставка. Там как раз представлены твои любимые герои – роботы. Я думаю, тебе понравится. Поехали? Поехали. Такой сюрприз от «Края добра» мы решили подарить Саше не случайно. Уникальная выставка роботов-трансформеров, возможно, вдохновит парня на новые изобретения. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на выставку роботов. Спасибо. Ого! Проходите, смотрите, наслаждайтесь. Здесь, на интерактивной экспозиции роботов-трансформеров, представлены авторские версии самых знаменитых на весь мир блокбастеров. Все экспонаты – ручная работа. Дай, как тебя, Шамон! О существовании таких железных гигантов Саша даже и не догадывался. А вот это механическое создание понравилось Саше особо. Шетеренка мне печень, ты че наделал? Ёшки-матрюшки, ты че творишь? Сразу видно, с запрограммированными машинами у Саши свои отношения. А почему твой не едет? Поликан. Он, как видимо, непослушный. Саша Сосновский – из тех ребят, которые не привыкли жаловаться. Несмотря на тяжелый недуг, он ведет активный образ жизни. А на одной из страниц собственного сайта он написал, чтобы стать личностью, надо много трудиться. И тогда мир станет лучше. Но начинать надо всегда только с себя самого. Сегодня этому замечательному мальчику нужна наша с вами помощь. Мы можем ему помочь всем краем, краем добра. Чтобы помочь ребенку, можно отправить СМС со словом «Счастье» на короткий номер 7715. А также сделать пожертвование через специальный сервис с сайта «Край добра».